В России растет число многоплодных беременностей. На каждую тысячу будущих мам диагностируют от 4 до 20 случаев развития нескольких плодов. Это не всегда наследственность. Появление второй яйцеклетки – еще и следствие технологий, помогающих забеременеть. Врачи говорят, важно вовремя это выявить, чтобы понять, выносит ли женщина два плода. Клиническими рекомендациями регламентирован перенос одного эмбриона, когда мы говорим о вспомогательных репродуктивных технологиях. Несмотря на это, число многоплодных все равно при ВРТ выше, чем при обычных беспонтанных беременностях. Сегодня в Барнауле прошла конференция о проблемах акушерства и гинекологии. Здесь разбирались современные подходы к ведению сложных беременностей, вопросы развития внутриутробных инфекций, диагностику беременных, плода и новорожденного. Чем чувствительнее будет аппарат, тем более точно диагностировать ту или иную патологию, выявленную именно у плода во время беременности. Соответственно, вот для этого мы и приехали, чтобы узнать какие-то новые технологии. Поэтому под присмотром специалистов ДАРа, акушеры из районов края обследовали будущих мам с непростыми случаями. Те или иные заболевания напрямую влияют на течение беременности и на состояние здоровья женщины после родов. Врачи говорят, в Алтайском крае в последние годы у женщин все чаще выявляют гинекологические проблемы. Выявляем больше, потому что смотрим больше. У нас идет мотивация в отношении детей 15-17 лет. Мы ушли от отказов от осмотра. У нас мотивация, уже начиная с этих лет, к образу жизни. То есть это отсутствие реальных половых связей, лактика заболеваний, вызывающие инфекции. Здесь акушерам-гинекологам отводится очень серьезная задача поддержания организма женщины за счет медикаментозных препаратов, за счет изменения образа жизни. Вообще считается, вернее такой есть прогноз, что к 30-му году наше население, женское население, половина его переступит 90-летний рубеж. В конференции приняли участие несколько десятков врачей из центральных районных больниц края и соседних регионов. Спикерами выступили специалисты из Барнаула, Нижнего Новгорода и Москвы. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.